У нас с вами наконец-то продолжаются наши беседы, новый учебный год. Воскресная школа, она также открывает свои двери. И мы с вами продолжаем то, что не завершили в году ушедшем. Итак, многие были в отпусках, кто-то куда-то выезжал, кто на огород, кто в пределах нашей России отдыхал, кто за границей, неважно где. Но, значит, вот этот сезон отпусков, он всегда опасен тем, что человек расслабляется. Причем расслабляется и телесно, и духовно. И потом очень часто бывает сложно себя собрать не только на учения, но и на христианскую жизнь. Потому что графики у всех ломаются, появляются какие-то увеселения, озера, моря, огороды, у кого что. Но главное то, что привычный режим у человека как бы ломается. И после этого сложно бывает восстановиться. И вот, особенно в молитве, не может быть отдыха. У нас у священников тоже есть отпуск. Но он так, знаете, называется, вот если брать по старому, по старой традиции, он называется лечебный отпуск. То есть сейчас, в принципе, он так не называется. Раньше, когда прошение писал священник, то он писал на лечебный отпуск, независимо от годов его служения. Почему? Потому что, в принципе, отпуск от священства быть не может по определению. Священник занимается служением, поэтому мы не можем быть в отпуске, особенно от молитвы. Понятно, что мы можем переместиться в пространстве, можем поменять, как говорится, свое служение в каком-то роде. То есть не с утра до вечера в храмах находиться, а в воскресный день себе позволить, послужить, потом заниматься отдыхом, лечением. Но, тем не менее, когда вот даже такое явление происходит у нас в жизни, то очень часто ты приходишь, как бы отдохнувшим телесно, но нечто большим потерявшим. Но самое главное, что у христианина и у священника не может быть отпуска от молитвы. Вот это очень важно. То есть независимо от того, куда мы с вами уехали, даже если территория исламского государства, неважно, Эмираты, Саудовская Аравия или Турция, молиться нам никто не запрещает. Молиться нам никто нигде не запрещает. И вот когда мы делаем в своей жизни отпуск от молитвы, то восстановление затем происходит очень-очень болезненно. Вот, Святой Праведный Анкрашаский замечательно говорит, молиться нужно для постоянной и твердой уверенности сердца, что все, и души, и все, и души, и тела наши, с их благосостоянием и неблагосостоянием, и все имение наше, и все обстоятельства жизни мы имеем от Бога, от державы Его, а не от природы, не от случая, не от себя. То есть вот основание молитвы, да, когда мы понимаем, что это не наше, мы постараемся сделать так, чтобы все-таки как-то оно у нас в руках осталось. И вот основание молитвы прежде всего в том, что все, что Господь нам дает, наше здоровье, наше счастье, наше благополучие, наших детей, наших родителей, все это от Бога в конечном итоге. То есть податель всех благ Господь наш Иисус Христос, милосердный Бог, вот, Бог Отец и Бог Святой Дух, Святая Троица. И вот это осознание, оно дает человеку основу для молитвы, то есть мы действительно будем молиться для того, чтобы плохое у нас из жизни ушло, а хорошее у нас в жизни осталось. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, пришло горе, молись и горе пройдет, пришло благо, молись и благо с тобой останется. И вот далее святой Иоанн Крышевский говорит, не стань молиться Богу, и скоро забудешь сердце благодетеля, Творца и Господа своего, и с забвением Его впадешь во всякое зло. И так видишь, что молитва всегда приносит тебе существенную пользу. Вот эта книга, которую я постоянно цитирую, мы ее еще долго-долго разбирать, это дневники Иоанна Крамшатского. То есть то, что он переживал, то, что он прожил, то, что он чувствовал. И это очень важно, почему? Потому что это опыт святого человека, который он нам передает. И этот опыт очень часто бывает созвучен и нам, особенно в том, что касается греха и отпадения от Бога. И вот в этот раз я на себе, так скажем, испытал чувство некой такой богооставленности. Почему? Потому что у меня получилась командировка в конце августа в Москву. И я как-то вот так собирался очень быстро, времени у меня было не так много. И я забыл с собой взять свои книжки, которые обычно беру. То есть у каждого священника есть молитвенное правило. Ну, это то, без чего он жить не может. И, соответственно, к этому правилу есть определенные книги. Это священное писание Нового Завета, апостольские послания, псалтыр Давида, молитвослов, каноник и так далее. Ну, как-то получилось, что я оставил. Это все карманного формата, специально я обычно с собой беру, потому что независимо от того, где я нахожусь, можно что-то хотя бы прочитать. Вот. А если мы даже не всегда читаем, как говорят святые отцы, что святые книги сами собой, они удерживают нас от сотворения всякого зла. Ну, стыдно, когда у тебя Евангелие лежит открытое, да, что-то не так сказать или неправильно сделать. Ну, и вот так получилось, что прошло 3-4 дня, и, грубо говоря, я просто, как бы, ну, вот, перестал исполнять то правило, которое я всегда исполнял. То есть, молиться-то, в принципе, и не переставал, вроде бы. Но, по факту, получилось так, что вот такая небольшая произошла у меня встряска духовная. Вы знаете, я ощутил такую чудовищную пустоту в душе. Вот никому не посоветую это испытать состояние. То есть, вот, вроде бы такое же, вроде все хорошо вокруг, радость, счастье, друзья. Есть что выпить и закусить, вопросов нет, и отдых, и все, и солнце светит, и, как говорится. Но тебя начинает внутри все раздражать. Вот это ужасное состояние пустоты. То есть, внешне ничего не меняется. Но меняешься ты. То есть, ты просто, вот, перестал делать то, что всегда делал, а это, оказывается, самое главное, так как все равно, что перестать дышать, и человек начинает умирать. У него снеют руки, конечности, да, он задыхается. И в итоге человек умирает. Наступает свидетельская смерть. Такой смерть духовная, она еще страшнее. То есть, внешне ты, вроде бы, человек, гомо сапиенс, да, но при всем при этом, ты понимаешь, что у тебя все человеческое себя уходит. И ты начинаешь местами себя вести неадекватно. И вот первый признак этой неадекватности, это, получается, раздражение, которое ты испытываешь при виде всего, что якобы тебя не устраивает. И дальше больше. И вот потом, когда я обратно прилетел, я взялся читать те книги, которые постоянно читаю. Причем было такое, вот, знаете, вначале было такое, ну, вот, ощущение ломки внутри. То есть, то, что ты всегда делал спокойно и с радостью, оно начало тебе вот как бы через колено себя ломая, чтобы это сделать. То есть, очевидно, некая сущность нас вселяется, вот, и она уже начинает тобой руководить. И вот, когда ты начинаешь возвращаться в прежний образ жизни, их молитвы, да, то тебя начинает ломать. И вот проходит определенный какой-то срок, после этого, обычно перед этим надо и на исповедь сходить, обязательно исповедоваться, ты начинаешь возвращаться в свое прежнее состояние. И вот тогда ты понимаешь, что такое пустота. И вот после этого я прекрасно понимаю многих людей, которые вообще живут без Бога и ведут себя неадекватно постоянно. То есть, вот эта адская пустота, почему адская? Потому что ад – это отсутствие Бога. Этот ад – то место, где Бога нет. И вот человек, когда проваливается в эту пустоту, все, это конец. Это конец для личности, как для христианина. Это жилые покойники. Вот почему, когда иногда с человеком разговариваешь, вроде бы адекватные люди, все с образованием, все грамотные, да, но не понимают. Вот просто не понимают человека, потому что телесный человек не понимает, что говорит ему духовный. Вот поэтому в храмы многие зайти не могут. Их ломают, колбасит здесь. Потому что строй жизни совсем иной. Вот я еще раз говорю, я на себя ощутил буквально за 3-4 дня, что такое перестать читать молитвенное правило. Еще раз говорю, молиться я не переставал. Краткие молитвы там читал, как бы. Но это вот кто занимался каким-то видом спорта, тот знает, что такое бросит тренировки. Вот. Расслабиться, что называется, отдохнуть. А потом начать обратно входить в этот ритм. Вот то же самое происходит с человеком. И это опытно на себе узнаешь, когда ты только оставляешь молитвенное правило. Насколько это необходимо. И вот Иоанн, святой правильный Анкрашанский, как раз об этом и говорит. Что ни в коем случае молитву оставлять нельзя. И вот это касается особенно воскресных дней, потому что мы с вами, когда ходим в храм Божий, да, и молимся регулярно, воскресенье, праздники, то благодать Святого Духа нас покрывает на всех путях нашей жизни. И многие вещи мы с вами даже не замечаем. И как только мы начинаем оставлять храм, молитву, Евхаристию, покаяние, причастие, все, у нас начинается опять 25, и мы, как говорится, из себя представляем, как христиане весьма жалкое зрелище. Поэтому, вот это просто такие путевые заметки. Кое-что я вам сегодня еще зачитаю, потому что я просто некоторые книжки перелистывал, и у меня пришли очень мудрые мысли по этому поводу, и я сегодня с вами ими поделюсь. А сейчас мы с вами все-таки переходим к Арсу Дмитрию Смирнову. У него тоже был на могилке, он, кстати, лежит в самом замечательном месте, у алтаря Господня, в храме Благовещения, который он воссоздал из пепла. Там была пивная в советское время, у стадиона Динамо. И лежит там в замечательном месте, прямо у алтаря, замечательная могилка, у него великолепный крест, ему сделали его духовные чадо, в том храме, где он отдал свое сердце и душу Богу. Прямо замечательное место. На Динамо кто будет, может там приехать, в метро Динамо выходит и идете через Петровский парк в храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Там отлично сделан ландшафт, это руками отца Дмитрия все сделано. Место, куда люди, очень многие приходят отдыхать и духовно, и телесно. Итак, каждый раз надо задавать себе этот вопрос, а ищу ли я Царствие Небесного, желаю ли войти в Дом Божий, для чего я хожу в храм, что я ищу там, почему мне, вот видите, очень важно он говорит, почему мне не хочется читать Евангелие каждый день. Вот телевизор я с легкостью смотрю, а Евангелие читаю с трудом. Почему? Потому что телевизор это родное, плотское, душевное, греховное, похабное. Это мне свойственно. Вы знаете, подобное познается подобным. А жизнь Царства Небесного мне не свойственна, потому что я грешный. Это когда говорят, что у меня грехов нет. Вот приходит человек, да вот дерево вот такое. Знаете, такой анекдот, да? Сиди, я сам открою. Ну ладно, не будем. Там есть просто предложение, оно еще более красивое, мне в этот раз рассказали. Так вот то же самое здесь. Подобное познается подобным. То есть, когда люди приходят и говорят, я же не грешник, вот у меня грехов нет. А что, говорит, мне каяться? Живу как все. Еще, знаете, самые умные, одаренные в кавычках, говорят, я другим жила, не желаю. Но это конченые подлецы. Вот тут так говорят, это конченые подлецы. Потому что, когда начинаешь разбирать потом вот так, жизнь этих людей на составляющие, там не просто они не желают, там вообще там все. Так вот, как легко узнать, видите? Телевизор тебе нравится смотреть? Ура! Чемпионат Европы смотришь? Да. Значит тебе бес. Иван, не читаешь? Нет. Зачем? Вот видите, все быстренько определяется. И мы говорим, потому что правильно, отец Дмитрий говорит, Грешник, он любит грех. А святой любит там, где святость. Храм Божий, чтение Священного Писания. Вот поскольку мы с вами грешники, очень часто бывает в жизни, и грех, он является доминантной нашей жизни, вот поэтому, к сожалению, нам в храм идти не охота. Утром просыпаемся, воскресенье, и нам кто-то на ухо шепчет, да поспи еще, ну рано еще. Поспи, поспи, отдохни. Отдохни. Не ходи в храм, дождь на улице. В другое воскресенье сходишь. А вот с утра, когда какой-то грек сотворить, или там Дима Билан приехал, да, вот весь Челябинск побежал, независимо от дождь, снег, град. Понимаете, как же салют же будет. Без нашего салюта не будет, да. Надо еще в пивную забежать, успеть пиво хлебануть, и потом на салют бежать. Вот это жизнь. А что там его надо читать? Что там интересного? Поэтому мы являемся грешниками и неправильниками. Поэтому мне надо очень много в себе преодолеть, пишет он, прежде чем я выйду на нужную тропу. Если мы хотим Царства Небесного, нам надо преодолеть инерцию своей плоти, превозмочь свою душевность, переделать свою жизнь на духовный лад. И кто действительно этого захочет, тот, конечно, каждую минуту будет стремиться в храм. Потому что здесь Христос. Он здесь, среди нас, чувствует. Чувствуем мы это или не чувствуем. И мы можем приобщиться Ему, мы можем соединиться с Ним. Вот отсюда очень понятно, как можно определить жизнь города. Когда храмы есть, а они пусты, значит, у жителей города в сердце пустота. А следствием что пустоты являются? Страшные дела. А потом мы говорим, Господи, как это возможно? Почему? А почему? Потому что мы люди, живущие в Челябинске. Это суровый край. Вы знаете, много мемов по этому идет. Скоро еще один будет мем. Школа, утро, сентябрь. Приходит ученик с молотком. И бьет учительница по голове, проламывая ей голову. Это называется Челябинск, детка. И так же парой, тройка учеников нанес увечья. Зато нам храм-то строить не надо же. Когда у нас говорят, что надо строить храмы, у нас начинается вой. Лучшие детские садики. Вот вам школы настроили. Скоро в детский садик лобник принесут. И повторят подвиг. Знаете, как одного борца за революцию убили? Ледорубом. Знаете, да, как его звали? Вот так. Давайте будем больше строить садиков и школ. А храмы строить не будем. И рядом реанимацию надо строить сразу же. Господь пришел на землю, чтобы всех людей объединить в любви. Потому что мы знаем, что Бог есть любовь. Поэтому, когда мы нарушаем этот закон, мы нарушаем главный закон вселенной. Закон всемирного тяготения друг к другу. Тяготение существует даже между неживыми телами. Книгу отпусти, вот сейчас, да? И она упадет, потому что притягивается к земле. И только человек, в сердце которого вошел грех, отделяется. Он хочет от людей отойти, отстраниться. Они все его раздражают. Все ему мешают. Если ему что-то не нравится, он стремится все переделать по-своему. Каждый хочет все устроить на свой лад. Вот для чего молоток в школе нужен. Понимаете, да, теперь? Ему не нравится, что другой человек не так живет. Вот преподаватель. Раз, тюк, и череп проломили. Не так одевается, не так говорит. Он хочет всех заставить, всех переиначить. Из-за этого скандалы, драки, ссоры, убийства. Вот прямо здесь Дмитрий пишет про нас. Я вот как специально это достал, да? Хотя я не знал. Я готовился к лекции до того, когда юноша молотком ударил учительницу. Оказалось я в тему. Вот так. Поэтому все вот наше с вами раздражение, все внутреннее неустройство, это не психолога надо вызывать, а надо идти на исповедь, и убирать грех, который в нас живет. А основа греха это непомерный эгоизм и гордыня, наше эго. Но мы считаем, мы считаем, что мы-то все правильные, а вот все остальные они неправильно делают. Нас все обижают, нам не доплачивают, понимаете, а льву в зоопарке мясо не докладывают. Нам так кажется. И поэтому надо возмущаться. Но нас не возмущает то, что мы нисколько к Богу не приближаемся и не делаемся лучше, чище и добрее. То, что мы крещены, только залог. А реализуем ли мы этот залог, неизвестно. Это как с деньгами. Сами по себе они ничто и являются ценностью только тогда, когда мы на них что-то купим. Вот, кстати, вопрос к деньгам. Святые отцы пишут, что стрибролюбие это уникальная страсть, потому что все остальные страсти, они имеют причину в нашем состоянии бытия. То есть, например, чревоугодие, это излишнее употребление пищи. Почему? Почему мы с вами едим? Потому что без еды мы с вами не можем. Мы умрем. И вот излишнего употребления, это грех. А вот без денег жить можно. Племена на островах, они без денег живут. Или с деньгами? А? Не. Они живут без денег. И без денег человек может жить. Помните Лыкова? Раба Божия. В Сибири нашли. Старая, братья, ну вот такая была женщина, да? Она без денег жила. Без денег жить можно. И деньги, они сами по себе не являются ценностью. О чем я заметил, ты правильно говорит. Это бумажки, это фантики. И золото не является ценностью, его покушать нельзя. Его нельзя выпить. Они являются ценностью лишь тогда, когда мы их что-то материализуем, приобретаем. Сами по себе они ценностью не являются. Это всего лишь средство, а не цель. К сожалению, у нас это очень часто путается. И если деньги просто лежат, то это мертвый груз. Также, если мы крещены, но это никак на нашей жизни не отражается, то в этом крещении нет абсолютно никакого смысла. И даже есть убыток, потому что за крещение приходится платить. А толку от него нет, поскольку мы к благодатной жизни не приобщаемся. Поэтому лучше бы креститься в тот момент, когда ты действительно этим заинтересовался и хочешь жить духовной жизнью. Заниматься спасением души, нежели свое крещение отдавать на попрание дьяволу и много лет бродить неизвестно где. Вот это суровая правда жизни. Потому что многие крещены, но не просвещены. Покрестились, исполнили некоторый обряд, а далее у нас жизнь идет в одной плоскости, а христианство идет совсем в другой. То есть никакой корреляции между первым и вторым, к сожалению, у нас нет. Вот это очень страшно и ужасно. И поэтому хотелось бы вот перейти... У нас сколько сейчас время? А, ну тогда успеем. Я бы хотел немножко вам кое-что рассказать, просто вот путевые заметки, кое-что я читал, а потом... Нет, давайте Феофан-сдворника вначале, чтобы нам его не оставлять, а потом... А после Феофан-сдворника вам расскажу то, что мне понравилось, лягу на душу, в течение там... Какого-то периода читал книжки разных, так, перелистывал. И какие-то мысли я решил для вас зачитать. Итак, переходим к святителю Феофану-сдворнику, разбирая его замечательное творение, что есть духовная жизнь и как на нее настроится. Письмо 52-е. Мы с вами докуда дошли? А вообще 80 писем. То есть в этом году вы с вами должны эту книжку осилить. Вот как вдумчиво, разбирая главы, можно останавливаться на том, что действительно наше душе самое необходимое и находить себя. Итак, что есть духовная жизнь? Духовная жизнь это есть жизнь духа. И у нее есть свои проявления. И вот святитель Феофан-сдворник, эти письма, его... Вы сядь, что вырастет, уже не вырастешь. Вместо есть. Вот. Понимаете, это письмо о духовной дочери, которая задавалась вопросами. Действительно, как необходимо жить, чтобы наследовать Царство Небесное. Но вместе с этим она не просто задавалась этими вопросами, она еще пыталась понять проявление духовной жизни. То есть вот это не работает, когда у нас многие говорят, вот мы здесь живем, в храм входим, молимся, да. Самое главное, в храм ходи, молись, все остальное. Вопросов лучше не задавай никогда. Вот. А там как-то Господь тебя спасет. Нет. Умный человек всегда считает, что должны быть плоды. Вот мы с вами огород садим, да, и мы же видим, что у нас что-то растет. Мы же не то, что весной посадили и уехали. Но кость ничего не соберем. Вот. Скажите, если мы семена посадим и огород на 3 месяца оставим? Есть такие? Есть такие? Нет, нет. Вопросов-то нет. Такие есть. И такие люди есть, к сожалению. Таких подавляющих большинство людей. Вот в огороде, кстати, там единиц такие есть. А вот что касается духовная жизнь, такие подавляющие большинство. И что там вырастет? Ну вот давайте, вы сказали, допустим, есть такие. Что у них вырастает в осень? Какое выражение? Сотники. Почему? Странно. Они же посадили. Так же и здесь. Покрестился и варк пошел. Почему? Сотники. А шуркул-сотники это грехи. Вот вы правильно сказали. То есть, вот то же самое, когда человек крестится, одевает даже, крестик золотой, бриллиантовый, вот с такой вот нормальной цепи пацанская, да? Вот. Ну и все, и потом могила. И там гроб такой еще деревянный с музыкой. А над гробием, мама мне говорю, господи, как уж безобразие. Вот я смотрю на эти кладбище, мне вот все бы охота снести, это все снести. И всем вот, знаете, вот маленькие крестики поставить. Почему маленькие? Потому что они большие не несут. А там ставят крест, там три на два вот такой здоровенный. Я думаю, господи, вот этот крестоносец был, наверное, подвижник, да? Ну и там, значит, помним, любим, не забудем тебя, партию и правительство. Вот такие лозунги, да? Ну, там, одному даже, вот я видел, знаете, такой на гробе, очень интересно. Он, очевидно, сильно любил компанию Mercedes. Там у него, вот, прямо, знаете, вот, ну, фейс Mercedes 600-го, да? Вот так, то есть он даже, он, очевидно, и там рулит уже. Понимаете? Тут лежит, а наверху у него Mercedes. Я думаю, если можно было бы, бы до нового поставили. То есть, вот он называется безумие. Просто безумие. То есть, а вот попросил этого человека, как вот вы о душе заботитесь, Вот там, что он скажет, денег нет? Денег нет. Вот у меня, недавно батюшка съездил, попросили священника отпеть на кладбище. Ну, батюшка съездил. Не жалко, вопросов нет. Потом я говорю, я говорю, там тебя отблагодарят. Ну, я так думал, грешно. То есть, поскольку время у священника заняли, Батюшка жената, у него четверо детей. Но я думаю, там, какую-то копейку-то дадут. Сейчас сколько бутылка водки стоит? 500, да? Минимум. Ну, думаю, хоть 1200 дадут. Он приезжает, и так это... Нет, он молодец, он смиренный. Я ему из кармана потом заплатил. Я говорю, отченька, тебя же не обидели. Он говорит, ничего не дали. Я так думаю, нормально. А надгробий поставим. А потом после поехали там, купили двоящиков водки, поехали в ресторан поминать покойника. Поминать они поехали. А батюшка помолился бы? Да к ней рублями дали. Хоть бы 40 ус заказали в храме, да еще и батьке бы там пятерочку дали и сказали, батюшка, помолись ради Христа. Нет, денег нет. А потом вот эти безумные надгробия вырастают. Это дом сумасшедших. И эти надгробия, они покойников, знаете, вот я думаю, для чего их такие большие ставят, что надо не вылезнуть обратно. То есть, понимаете, вот они так его любят, что, знаете, дай бог он вылезет. Понимаете, ну, давайте воспитан наш братан. Вот, и все, брата, вот, и мы тебе это замуруем, тебя так, ну, а потом придем, там, как говорится, еще коньячка дернем, чтобы тебе земля была пухом. И все, и до свидания. Вот это наш христианство, понимаете? То есть, и жил как в аду, и туда и поехал, на Мерседесе. Вот, поэтому смотрите, вот переходим к святелю Феофану, затворнику, на самом деле, хотелось бы плоды духовной жизни здесь видеть. И вот, святитель Феофан, дочери-то своей, отвечая, что действительно эти плоды есть. Мы об этом с вами разбирали. И вот сегодня мы подошли к тому, когда святитель Феофан, говорит о том, что у нас с вами, вот видимым образом нашей духовной жизни должна быть память о Боге. Ну, откуда это исходит? Я не знаю, кого мы сейчас с вами любим, или вообще никого не любим, кроме себя. Но, наверное, кто-то когда-то кого-то любил. Ну, в молодости, я так думаю. Ну, может быть, я не знаю, такие у вас глаза, что никто не любил, никого? То есть, цветы не дарил, вообще, на гитаре не играл, не целовал никого, никого, да, не был такого. Все. Вот, то есть, мне как сегодня один священник сказал, что, сейчас я вам скажу, это замечательная цитата, ладно, забыл, не буду говорить, оказаться целомудрием. Одним словом, то есть, мы с вами, если кого-то любили, даже грешной любовью, как сейчас принято говорить, да, наверное, помните, что в голове у вас постоянно что-то жило, да, какое-то чувство сердца в голове, то есть, вы постоянно об этом человеке думали. Или не думали? Думали. Вот, когда надо на свидание идти, значит, там, вот, меня любимый ждет, там, любимая ждет, вот, человек не спит, не ест, да, цветы там, хочет купить, как-то, ну, знаки внимания оказать, там, прийти на свидание. Ну, у меня, по крайней мере, такое было. Потому, я вам со своего опыта говорю лично, да, ну, у тебя такой же, здоровый человек был весьма и на гитаре играл, песни пел, и через заборы лазил. То есть, у меня, юноша была очень такая буйная. И, вы знаете, вот я хочу сказать, что ты всегда помнишь объект своей любви. Помнишь. И этим живешь. Это тебе помогают лекции скучные, как говорится, чтобы они быстрее прошли, там, записочки, пишки любовные, чем ты занимаешься полезным для себя. То есть, объект любви у вас всегда в голове и в сердце. Вот. Так вот, память о Боге, почему должна быть? Ну, потому что Бог, есть любовь, Он нас любит. Если мы Бога любим, то, как говорили древние, воленс ноленс, да, волей-неволей, у нас с вами все равно, память эта присутствует. Если же у нас памяти о Боге нет, а мы вспоминаем только, когда крест видим на кладбище, да, нам страшно, мы крестимся, вот у нас память о Боге появилась, да, чтобы нас не пришибли, и еще не изнасиловали на кладбище, да, вот, сейчас же, времена-то лихие, они у нас пришли, детки с молотком в школу приходят, поэтому всяко может быть, вот, поэтому, поэтому, память о Боге, она должна быть у нас, не когда нам плохо, за нами кто-то гонится, да, а память о Боге, должна быть у нас постоянно, вот, что бы мы с вами ни делали, не важно, что, а мы должны думать, а вот как на это Господь, Бог посмотрит, как вот на меня посмотрит мой любимый человек, если я сделаю что-то, вот, то же самое и к Богу отношения, и так память о Боге, оно должно доводить до чувства теплоты и горячей любви к Богу, о чем это мы с вами так сейчас будем говорить, и вот, святитель Феофан говорит духовной дочери, вы удивляетесь, сколько времени, я говорю вам одно и то же, почему он говорит одно и то же духовной дочери, да, потому что мы с вами слышим и не исполняем, вот, наверное, заметили, что Евангелие одни и те же читается, одни и те же, каждый год, да, потому что мы слышим и не слушаем, у нас влетело и вылетело, и вот поэтому церковь нам постоянно, еще раз напоминает, ну вот, послушаем еще раз, да, чтобы у нас хотя бы что-то в сердце осталось, и вот, когда мы с вами, как говорится, услышим, нам необходимо только это начать исполнять, что так много толковать все о памяти Божией, да, потому что в этом вся сила, когда утвердитесь в этом памятовании, не голом, а с благоговением и другими чувствами к Господу, тогда эта память о Боге заставит вас быть постоянно исправною, и во всем прочем, и так исправною, что у вас будет некое предивное благообразие, память о Боге, когда будет у нас господствовать в сердце, она будет распорядителем и строителем всех дел, и главное, организатором нашего внутреннего быта, то есть на нас исполнится то, что молитвенно желал апостол Ефессиным, такая община была христианская, а в лице их и всем христианам говоря, да даст вам Бог по богатству славы своей, силою утвердиться духом его во внутреннем человеке, вселиться Христу верою в сердца наши. Это и есть то, о чем я вам постоянно говорю. Апостол считал сие настолько важным, что, молясь об этом, молился с особенным жаром, преклоняяю, говорит, колено к отцу Господа нашего Иисуса Христа. Когда утвердитесь во внутреннем человеке памятью Божией, тогда и Христос вселится в нас, то и другое идет вместе. Итак, объясняю русским языком. Когда мы с вами постоянно молимся, когда мы с вами помним постоянно о Боге, вообще в идеале у святых людей это состояние называется хождением перед Богом. Этим качеством обладал у нас ветхозаветный пророк Енох. за это он был взят живым на небо. Скоро он придет вместе с Ильей. Мы знаем, да? Перед антигрецом они придут проповедовать. Так вот, память о Боге, она, знаете, она дает человеку совсем другие координаты для жизни. То есть вот мы с вами, что бы ни делали, мы думаем, что ведь Господь-то все видит. И соответственно, то, что делать не надо, а совесть нам это подсказывает, дублирует, мы с вами начинаем оставлять. Вначале что-то крупное, греховное имеется в виду, потом мелкое. И так постепенно человек постоянно, когда живет в присутствии Божьем, и память Божья у него сохраняется. А о памяти Божьей нам напоминает все. И храм, мимо которого мы проходим, и иконы дома. Для чего они нужны? И книги божественные, и наша совесть. И вот когда мы с вами живем в памяти Божьей, то постепенно в сердце вселяется и Господь к нам. И у нас возникает некое теплое чувство ко Господу, как говорит святитель Феофан Затворник. Если мы все начнем исполнять как необходимо, по закону Божию, то у нас постепенно все внутри начнет меняться. И вот эта теплота к Господу, чувство любви, чувство защищенности, чувство благодарности, оно постоянно вселится в наши с вами сердца и в нашу с вами жизнь. Вот просто вам приведу пример. Когда у человека что-то в жизни происходит, у верующего, он говорит «Слава Богу». Когда происходит нечто доброе в жизни человека неверующего, он говорит «Счастливый случай». Разница принципиальна. То есть, когда мы с вами начинаем благодарить Бога за его промысел, что он в нашей жизни, оказывается, реально участвует, и это видит каждый христианин, мы об этом, кстати, сегодня еще поговорим, вот тогда у человека возникает благодарность Богу, и вот эта память о Боге, она в его сердце больше и больше утверждается. И вот когда это теплое чувство вселяется в сердце человека, то постепенно оно делается в нем постоянным. Человек проснулся с утра, что он делает? Увидел солнышко, он говорит «Слава Богу, я проснулся» и перекрестился. Вот опять память о Боге. Встал человек, выходит, молитвский прочитал с утра, да, выходит из дома, перекрестил дверь и говорит «Господи, сохрани и благослови меня». И пошел. И вот такие маленькие шажки в течение дня, они дают человеку постоянно как бы жить с Богом, в присутствии Божьем. И вот здесь говорит святитель Феофан, «Когда молитесь, не отходите от молитвы, не возбудив в сердце какого-либо чувства к Богу, или благоговения, или преданности, или благодарения, или возвеличения, или смирения и сокрушения, или благонадежья и упования. Также, когда по молитве читает, станете, не отходите от чтения, не доведши вычитанной истины, до чувства. Сие чувства подогревают себя взаимно. И если будете внимать себе, и весь день продержит вас под этим влиянием». Далее, вот то есть он говорит, что молитва должна быть неформальная. Вот мы с вами встаем утром молиться, да, или вечером. Надо не просто прочитать это правило, книжку закрыть и убежать, а надо читать так, чтобы нашего сердца коснулись слова, которые в этих молитвах содержатся. И поверьте, каждый день он дает нам очень много. В один день мы можем Бога благодарить, особенно за что-то. В другой день мы просим Господа в грехах, которые мы где-то по невидению натворили, да, в-третьих, мы просим помощи нашим детям, в-четвертых, мы просим здоровья, даже вот эти житейские вещи, но если они будут обращены с молитвой к Богу, они нас делают молитвенниками. Это, как говорил старец Паисий, у него был один духовный сын, который пришел и говорит, у меня вот в семье как бы не совсем все так, как надо, и как бы я хотел помочь своим детям и этой ситуации. Ему старец сказал, молись. И вы представляете, потом старец говорит, что эта жизненная ситуация, которая, казалось бы, неисправима была и негативная, она из этого человека сделала великого молитвенника. Причем такого, что если бы даже он был монахом на Святой Горе, он бы этой молитвы не стяжал. То есть жизненная какая-то неприятность, она была поводом для такой молитвы, что человек все бросил, стал утром, вечером молиться, в храм ходить постоянно и молиться не просто, как мы говорим, вычитал правила, а именно молиться с сердцем, с теплотой. Когда слова молитвы делаются твоими. Вот это, кстати, тоже такой маркер. Иногда вот мы читаем молитва слов, и нас все там вот прям раздражает. Как знаете, один вот присел, ничего не понятно. Ну, конечно, ничего не понятно. Потому что ты живешь другой жизнью. Там даже ни слова непонятны, жизнь разная, она тебе никак не созвучна. А вот когда в идеале, когда мы читаем утренние молитвы или там вечерние, неважно, какие правила к причастию, вы знаете, все подписано. Молитва Макария, великого преподобного Малика, Иоанна Златовуста и так далее. Кто их составлял? Так вот, в идеале церковный человек, это тоже показатель, если он церковный, он должен дойти до такой степени, что слова молитвы, которые мы читаем, как будто написаны нами. Они настолько делаются созвучными нам, что ощущение, что это не Ян Златоуст написал, а там, допустим, Поп Борис или Мария Ивановна. Понимаете, да? Это в идеале. И вот когда мы так читаем, и у нас рождается вот это внутреннее чувство, то Господь действительно вселяется в наше с вами сердце. И вот далее Он говорит, потрудитесь в точности это исполнять. То есть вот, и приводит простую аналогию. Когда вещь долго лежит под лучами солнца, она сильно нагревается. Это всем известно. Так будет с вами. Держа себя под лучами памяти Божией и под чувствами в отношении к Нему вы будете все более и более нагреваться неземною теплотою. А потом и совсем станете горячее. И не горячее только, но и горящее. И исполнится на вас огня приедох во врещи на землю сердец человеческий. И ничего столько не желаю, как только, чтобы Он у всех поскорее возгорелся. Это говорил Господь наш Иисус Христос. Евангелие Атеанна, 12 глава. И помните, Господь говорил, что огонь я пришел принести на землю, да? Вот. Действительно, вот этот огонь внутренний, он должен загореться. Эта искра должна загореться. Как помните, у нас в советское время говорили, правда, мы не понимали, о чем. из искры возгорится пламя. Вот, что должно произойти в нашем с вами сердце. И поэтому, опять же, здесь бываются слова преподобного Серафима Саровского, замечательные слова, спаси сам себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. Если мы горящие головешки, кого мы можем согреть? Мы сами не молимся. А молимся так, что лучше вы не молились. Вот поэтому, здесь, видите, святитель Феофан говорит прямо о внутренних вот этих тонких струнках, когда память Божия, она дает свои плоды, и уже здесь, в этой жизни. И далее, он опять говорит, следующее сравнение, пойдет искра на горючее вещество, то вещество начинает леть понемногу, потом вспыхнет. И наконец обымется пламенем, и будучи по естеству темно, станет светлым и светящим, по причине объявшего его огня. Так и с вами будет. Согреваясь понемногу, затеплитесь, вспыхнет огонек духовный, и проникая в вас по частям, все обымет, и сделается светлым, хотя сами по себе вы тьма. Припомните при всем, что вначале было говорено о некой оболочке души, а потом о лучезарности души, о благодать стволоной. Вот так будет и с вами, и в вас истина так, но наперед надо труд и пот, а сколько времени единому Богу ведомо, ибо от него все. Ведайте только, что не обделит Бог, и не забудет труд любви вашей. Вот насколько важна память о Боге, и каким образом она у нас с вами приобретается. Все это не просто слова, это как раз называется духовное делание, и поэтому вот когда мы говорим, что да, вот монахи, да, монахам надо молиться особенно, но миллиарм еще больше молиться надо. У нас проблем куча, куча, а мы не молимся. У нас дети, у нас внуки, и вот если так вот поговоришь, то ведь у нас постоянно у всех одна и та же мысль, нас дети не слушают, внуки нас не слушают, и у нас получается знать какая-то интересная жизненная ситуация, мы с вами кажется хорошие, а все остальные плохие. Это не точно, точно наоборот. Мы с вами плохие, а все хорошие. Вот если бы мы с вами были хорошие реально, у нас бы и жизнь менялась. Вот поэтому, вот поэтому, я здесь кое-что немножко так как бы вот читал, и кое-какие мысли вам хочу рассказать и поделиться. прежде всего вот в молитве, да, что такое молитва? Молитва есть доверие Богу. Когда полностью доверяешь Богу что-то, нет нужды даже молиться, потому что это что-то берет в свои руки сам Бог. Остается только терпеливо ожидать, когда плод созреет и упадет. Поэтому родители верьте своих чад Богу, потому что вы создали их плоть, а Бог душу. Следовательно, Бог должен позаботиться о них. И вот здесь как раз действительно доверие к Богу должно быть. Обязательно, потому что Господь никогда не оставит, но никогда не оставит тех, кто к нему обращается. Под лежачий камень вода не течет. Если мы с вами желаем помочь детям, то необходимо прежде всего молиться нам родителям, потому что наша молитва она очень и очень сильна. И вот об этом говорит один из подвижников ограждайте своих детей молитесь о своих детях, как это делал праведный Иов. Молитесь так, Пресвятая Богородица, покрой моих детей, сохрани их, помоги мне, Пресвятая Владычице. Сотворите крест, спойте какой-нибудь тропарь Богородицы о своих детях. Вот необходимо стараться очень сильно молиться от всего сердца, даже самой простой, но постоянной молитвой. И поверьте, никогда Господь не оставит ни наших детей, ни нас, если мы с вами будем это делать постоянно. Далее, вот мне бы с вами хотелось еще поделиться тем, что что такое опять же присутствие Божие, о чем мы с вами уже начали говорить, это миссионерские письма Николая сербского. У Бога много путей спасения, бесчисленными миллиардами способов защищает он и спасает людей, которые ему молятся. Вот видите, опять же, которые ему молятся. Вот как без молитвы, я не знаю. Так или иначе, но и в наши дни сбываются слова царя Соломона, имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. То есть, понимаете, вот мы с вами все-таки недооцениваем силу молитвы. Начинаем наша молитва немощная, это, знаете, вот дальше следует то, что и молиться не буду. Вот почему так говорим про немощь нашу, да? Да мы просто молиться не хочешь. Нет у нас желания. А по идее возможность здесь для молитв всегда. Так вот, действительно, имя Господа это крепкая башня. И здесь Николай Сербский приводит случай из жизни, когда человек спас свою жизнь благодаря обращению к Богу, хотя, собственно говоря, он должен был быть просто уничтожен. Это было военное время, его должны были расстрелять. Но человек стал молиться и произошло чудо. Почему-то его на расстрел не повели, со всеми, а сказали иди вон отсюда. И вот после этого человек стал великим молитвенником и говорит вот как Господь меня уберег от жизни. И далее ему отвечает Николай Сербский о том, что ты ощутил присутствие Божие, оставшись в живых, а великие святые праведники чувствовали Божие присутствие даже в движениях своих мыслей и своего сердца, стараясь и ты подняться до такой духовной высоты до столь тонкого распознания путей Господних. Вот о чем это? Вы знаете, к сожалению, мы с вами люди грубые и грешные, и для нас является помощь Божия, когда она настолько очевидна, что мы понимаем, что кроме Бога нас ничего не спасет. Вот мы как обычно приходим в храм? Сколько я вот здесь вижу людей светских, да? Одна прям так сказала, ну искренний человек, дай Бог, сходи здоровья за это. Я, говорит, уже все перепробовал. Понимаете, то есть, что явилось мотивом пришествия в храм? То есть, если бы где-то что-то ей помогло, она бы до храма не дошла. Но она от души сказала, я все перепробовал, и что-нибудь помогло. Я говорю, ну слава Богу. Что случилось? Твое детей на крещение как ехали, отец Алексей. Может сейчас начать? Покажет вперед из песни. А он говорит ему окафист. Вперед из песни. Какой окафист? Сейчас окафиста нет. Окафиста будет в час. А время еще 12. Начинать крестить срочно. Вот. И, понимаете, вот, получается, что? То есть, человек не чувствует присутствие Божия постоянно в своей жизни. Ну, нет у него вот этого чувства. А святые, они чувствовали постоянно, вот, что с ними не происходило. То есть, рука Божия, промысел Божий, он чувствуется каждый день. Каждый день. И, если человек духовной жизнью живет, и очень чуткая у него совесть, то он это видит постоянно. Что, его кто-то по жизни ведет. избавляя от бед и направляя к деланию добра и к достижению Царства Небесного. Вот мы говорим праздник покрова Божьей Матери, да, и все видим на иконе, что вот покров Царица Небесная, да, это реальное историческое событие было в Константинополе, в Лахерском храме. Но ведь покров-то, Богородица, он до сих пор над нами, над каждым. Если мы с вами его достойны, то он нас покрывает. И если вы помните, можете перечитать это событие историческое, да, покров Царицы Небесной, там ведь далеко не все покров-то увидели. Большинство, кстати, спало в храм. Под утро Божья Матерь явилась, и увидели всего лишь несколько людей, что Царица Небесная всех покрывает. Так вот, и так у нас в жизни получается, что покров видят единицы. То есть, те, кто стремится жить с Богом и в Боге, да, они действительно ощущают вот этот покров, но для этого, чтобы его ощущать, надо стараться в своей жизни исполнять заповеди Божьи. То есть, видите, все великое, оно весьма просто. И наоборот, если мы с вами как бы не видим, чудес Божьих в своей жизни и покрова, то мы действительно уподобляемся вот этой женщине, которая пришла и сказала, все перепробовала, а теперь к вам пришла. Вот это, слава Богу, что она еще дошла, потому что, когда все перепробуешь, можно до храма Божия просто физически не дойти. И вот сейчас хотелось бы еще вам сказать о том, что такое хулана Святаго Духа. Вы наверняка слышали, да, в Евангелии? Итак, что Господь говорит? Всякий грех, который мы не сделали, простится. А хулана Святаго Духа не простится? Не в этом свете, не в будущем. Итак, что это за грех? Вы знаете, все толкователи святых отцов, экзегеты, они согласно говорят, что хулана Святаго Духа, почему не простится? Потому что это сознательное противление истине. Еще раз. Сознательное противление истины. А истина это Бог. вот как говорит святитель Николай, это хула на истину и на жизнь источающуюся от Духа Святаго. Почему этот грех нельзя простить? Потому что когда человек согрешает любым грехом, у него возникает стыд и покаяние. а здесь нет ни стыда и ни покаяния. И поэтому человек не может раскаяться. Потому что когда мы чем-то согрешаем, то там немощь человека проявляется. Ну, по немощи согрешил. А здесь проявляется упорство и нежелание делать так, как тебе сказали. Там душа бредет по мраку, когда мы грешим, но желает света. Здесь же душа скитается во мраке, называя тьму светом. Если у человека нет ни малейшей воли быть спасенным, Бог никого спасать насильно не хочет. И вот здесь самые страшные слова он говорит. Душа скитается во мраке, называя тьму светом. Объясняю простым языком. Значит, когда черное называют белым, а белое называют черным. Вот чем это опасно состояние? Вот смотрите, и самое страшное, что в этом грехе сейчас пытаются быть задействованы множество множества душ. Итак, Священное Писание нам говорит конкретно, что есть два пола мужеский и женский. Что такое брак? Брак это союз мужчина и женщины. А вот теперь смотрите, а нам теперь говорят нет. Есть понятие ЛГБТ, есть права человека и как хочу хоть с кошечкой, но буду жить. Вот смотрите, если это рассматривать просто само по себе, кажется, ну а что особенно, как многие говорят, это личное дело каждого. Нет, братья и сестры. вот это нарушение основного закона Божия, который называется Священное Писание. И если мы с этим соглашаемся, то вот это и есть хула на Святаго Духа. То есть мы сознательно оказываем противление истине. Истина это Бог и его святые заповеди. А нам говорят Бог там, а мы здесь. И мы будем делать так и принимать эти ценности, которые нам говорят. И вот поэтому, наверное, вы заметили, как только какая-либо страна пытается вступить в Евросоюз, первое, что им предлагаю сделать, это провести парад. Это не я говорю, почитайте. ЛГБТ. неважно, пусть там три извращенца идут, десять, но они должны пройти по центральным улицам города, неся свои лозунги и плакаты, а вот всех остальных достаточно, чтобы сказали, ну да, такова жизнь. И вот это согласие толпы, что это норма, оно пачкает всех в одном грехе. как знаете, когда люди собираются в банду, там по-разному получается, но чтобы оттуда человек потом не вышел, желательно, чтобы он кого-то убил. Замырать надо кровью. И потом, когда у человека просыпается совесть, он допустим еще не конченый от морозов, да, не конченый. Как мне одна женщина рассказывала, очень такой страшный случай, у нее сына посадили за изнасилование. За групповое изнасилование. А потом это мамочка мне сказала, а он жалит не виновен, но только ногу держал у нее. Слушайте, ты можешь держать все, что угодно. Но сели все. И вот надо этой грязью всех замарать. Вот поэтому у нас когда нам хотят навязать какие-то ценности противные Евангелию, это самое страшное, то пытаются сделать так, чтобы все в этом были участны, все до одного. И вы знаете, что самое главное, есть активные, есть пассивные люди, да? Так вот, наше молчаливое согласие, это самое страшное. Здесь исполняются слова преподобного Максима Исповедника. Молчанием предается Бог. Вот в Грузии попытались провести парад, там вот такие священники классные. Там монахи вышли, надавали, накостыляли все, в том числе и полиции, которых полиция охраняла этих извращенцев. Монахи пришли со священниками и начистили всем физиономию. Их там кого посадили на 15 суток, кого там еще куда, да? Но они сказали свое нет. Вот это называется правильная христианская активная позиция. И они в этом грехе не участвовали. А вот когда мы сидим и говорим, да мы-то что, мы же маленькие. А что мы можем сделать? И вот тогда нас марают этой грязью, это все равно, что как раз ногу держать у жертвы. То же самое. Но если смотреть в проекции Николая Сербского святителя, то это как раз и есть хула на святого духа. Потому что мы согласаемся с тем, что черное оказывается белое, а белое оказывается черное. И вот это самое страшное. Поэтому сейчас такое пришло лукавое время, когда мы должны именно высказывать свою позицию, независимо от того, услышат нас или нет. Пусть это будет их позиция. Это просто один блок я вам достал. Следующий блок эвтаназии. Давайте согласимся. Ну а что особенного? Зачем нам старики нужны? И опять логика человека говорит, но ведь зачем ему мучиться, он пожил. Давайте моего инъекцию. Все попрощались, цветочки подалили инъекцию, вкололи, человек умер, квартирку освободил, дачу, все остальное, вклад, и его, ну чтобы, а дальше в крематоре засунуть, сжечь его, да и все, ну чё, логично, хорошо, зачем мучиться? Вот это дьявольские вещи, на которые никогда соглашаться нельзя. то есть это это же касается абортов, то есть здесь много таких блоков, которые являются явным нарушением заповедей Божьих, явным. Это не то, что человек согрешил по немощи, вы понимаете о чём я говорю, да? Это разные вещи совсем. Осознательно мы знаем, что этого делать нельзя, но мы это делаем и это ещё пропагандируем. Либо молчаливое согласие, ну что теперь, такова жизнь. И вот тогда мы сами на себя навлекаем гнев Божий. А потом мы удивляемся, почему у нас наводнение, почему у нас нету дождя, засуха, ну потому что как-то Господу реагировать нам на это безобразие. А мы что хотели, что мы будем делать что желаем, нарушая заповеди Божии, да? И нам будет два солнца светить? Никогда такого не будет. Вот поэтому знаете, лишь немножко вам кое-что рассказал. Время сколько у нас? Все уже, да? до сегодня мы с вами заканчиваем. В следующий раз даст Бог воскресенье у нас какое число, Саша? 29. Я надеюсь буду здесь, давайте постараемся продолжать, ну и дальше, как говорится, в таком режиме пойдем тихонечко с Божьей помощью. Благодарю всех за внимание, до свидания.